В предыдущем туре Торпедо подошло к перенесенному матчу со Спартаком в роли явного не фаворита. Уступая сейчас чемпиону по качеству, игрой по подбору футболистов, номинальные гости выбрали навстречу тактику от обороны, что в принципе напрашивалось. Приглашение прокатиться на спартаковской карусели торпедовцы неизмутимо отклонили. Многоходовки красно-белых по дно касанию штрафной Корнюхина разбивались об самоотверженность Лужниковских защитников. Когда кому-то из подопечных Романцев удавалось обыграть на коротке своего оппонента, тому тут же на подстраховку летел партнер. В решенном пространстве вблизи чужих ворот спартаковцы практически не имели возможности для расчетного удара, а верховые мячи чаще выигрывали защитники. Торпедовцы игру в атаке построили просто и незамысловато, однако их длинные передачи по воздуху в расчете мировых скачинка оказывались достаточно эффективным оружием. Защитники красно-белых не всегда успевали вернуться назад после вылазки на вражескую территорию, и в обороне Спартака имелись свободные зоны. После перерыва рисунок игры почти не изменился, разве что стало больше ударов с дальней дистанции. Сначала здорово выстрелил Кеченов, а затем попытался отметиться на табло дурник. В обороне спартаковцы плотно с соперниками не играли, и это могло привести к голу, если бы в атаке торпеда действовала хоть чуть-чуть изобретательнее. В принципе, было ясно, что игра идет до забитого гола. Если бы Ширко, дурачивший своей перепасовкой с Тихоновым на левом фланге атаки сразу трех лужниковцев, угодил на пяток сантиметров ниже, все было бы закончено. Однако, свернуть со своей плосой невезения спартаковский хоррот в этом матче не смог. Звон штанги прозвучал на весь стадион погребальным колоколом, хотя об этом сразу было не догадаться. Скаченко после очередного заброса мяча из глубины классно срезал угол спартаковским воротом, но затянул с ударом, и подкат Ковтона спас хозяев от неприятности. Как оказалось, меньше чем на минуту, после незамысловатого розыгрыша углового, Дурнив зажег высокую свечу на штрафной красно-белых, а Филимонов, имеющий значительное преимущество в росте над Камольцем, поленился подпрыгнуть и потолкнул форварда в спину. Судья матча Жофяров показал на 11 метров без раздумий. Дурнив с точки пробил столь же уверенно. Спартак бросился отыгрываться, но торпедовцы стали на защиту своих ворот не хуже героев-панфиловцев. Пройти насыщенную оборону красно-белые не могли, и даже замены игроков никак не повлияли на результат. На последней минуте Юран Картинно упал в штрафной, однако пенальти не заработал. 1-0 в пользу торпеда, хотя по игре это не победа Шевченко, а поражение Романцева. Продолжаем тему Спартак-торпеда. Самое замечательное, что оживленную дискуссию после этого матча вызвала не игра, а был пенальти, не был пенальти. Так вот и давайте с вами разберемся. Итак, 11-метровые ворота Спартака арбитр Жафяров назначил за то, что вратарь спартаковцев Филимонов без всякой борьбы, по необъяснимым совершенно для меня причинам, сбил с ног соперника. Разудалость и рябящиеся Филимонов оказались просто не к месту, поэтому Спартак проиграл. Пенальти. Но мог и сыграть ничего, если бы, когда игрока держат руками, а это не разрешается правильно, судья должен реагировать соответствующим образом в любой точке футбольного поля. Смотрите, об этом без конца напоминают и высшие судейские инстанции ФИФА. Так вопрос, наказал бы судья Жафяров за этот прием против Юрана соперника за пределами штрафной площади? Не сомневаюсь. И еще показал бы желтую карточку обидчику. Вот вам и ответ на все эти вопросы. Был пенальти, не был пенальти.